И сейчас у нас есть группа людей, которые изучают порталы ОМЛО, у нас есть фотографии одного из порталов, у нас есть человек, который сидит на этом дело в Сочи. Они попутно, дошли частотой, прилетают, прилетают, например, в Сочи, эти самые удивительные отрезки физической формы и энергетической формы. Я думаю, что это только потом начнет жить настоящей человеческой жизнью, если не будет платить за то, что они интересуются этим делом. Но я достаю слово, Дмитрий Дмитриевич. Спасибо, Дмитрий. Доклад называется «Уфологический аспект глобализации» и посвящен вовсе не теме «Уфология», как вы увидите. И то, что мы называем «прод ГНЛО», это совсем не то, что думает большинство об этом явлении. В прошлых двух докладах я остановился на вопросе о том, каким образом узкая религиозная секта родственных семейств захватила на земле сначала финансовую, затем экономическую, затем политическую власть. Когда знакомишься с тем, что делают эти мировые правители, так называемые перминаты, понимаешь, что их план ведет к полному уничтожению человечества. И особенно понимаешь безумие этих планов, когда знакомишься с делами их подшехной организации религиозной секты Хаббат. По планам Хаббат все люди должны уничтожиться, кроме 600 тысяч евреев, которые имеют души, в отличие от всех оставшихся. А после этого эти 600 тысяч душ должны воскреснуть, и вся жизнь на планете Земля должна быть уничтожена. И после чтения таких документов невольно задаешь вопрос, кто движет этими безумными людьми, что за силы. И вот на этот вопрос мы сегодня попытаемся ответить. Начну я с вопроса о происхождении человека. В настоящее время получены данные, которые позволяют говорить о том, что кроманьонец был развитым общественным человеком, который говорил на языке русов, практически на русском языке. Появился он на Земле как минимум 200 тысяч лет назад. И вот внезапно, примерно 40 тысяч лет назад, на Земле появляются еще три расы. Черная, желтая и красная. Но одновременно с ними существует и неандертальский человек, который, по-видимому, даже древнее, чем кроманьонец. Что говорит о происхождении человека современной академической науки? Что человек появился где-то в Африке, был сначала черным, потом произошли какие-то мутации, и вот каким-то образом образовался белый, желтый и черный человек, причем разделился по разным континентам. То есть никакого объяснения того, что обнаружено в последние годы, официальная наука дать принципиально не может. Теософия тоже не может объяснить обнаруженные в последние годы факты. Да, она убеждает о существовании расы гигантов, но не датировка, не очередность смены расы никоим образом не соответствует тем артефактам, которые были обнаружены в последние годы. Следующая гипотеза. Гипотеза Захария Ситчина. Говорит о том, что где-то 400 тысяч лет назад на Землю прилетели так называемые боги Ануаки. Они проводили генетические эксперименты над животным материалом Земли. Вот в результате того, этих экспериментов, был создан рабочий человек, ну а потом в результате генных манипуляций образовались разные расы. Гипотеза Захария Ситчина согласуется с Библией намеренно, поскольку Ситчин – израильский исследователь. Но, к сожалению, гипотеза Захария Ситчина тоже не удовлетворяет тем артефактам, которые были найдены в последние годы. Вот, по сути дела, единственная гипотеза, которая более-менее соответствует найденным артефактам, является материалом так называемых славяно-арийских верб. Происхождение их тоже сомнительно, единственное, что можно сказать, что часть материалов была предоставлена французскими масонами. И именно славяно-арийские веды объясняют, что же все-таки на Земле произошло. Я об этом останавливался в прошлом докладе, и поэтому подробно об этом сейчас говорить не буду. Скажу лишь, что, согласно ведам, примерно 13 тысяч лет назад на Землю упал, расколовшись, спутник Земли Луна-Фатта. В результате почти все человечество погибло. От названия Луна-Фатта происходит и словосочетание «фатальный исход». Вот оставьте человечество, попав практически в обстановку отсутствия цивилизации, создавали новую цивилизацию. И вот сейчас эта цивилизация подошла к краю пропасти. За прошедший год с первого доклада были обнаружены еще несколько удивительных фактов. И вот я сейчас о них скажу. Существует в Таймыре так называемое плато Бутарана. Там находятся пирамиды по размеру Польши-Египетских. Об этом мало кто знает. Уже много лет там проводят исследования западные специалисты. Российские туда не допускаются. Академия наук об этом молчит. И вот там, если взглянуть на космические снимки плато Бутарана, вблизи пирамид можно обнаружить надписи, так называемые, рунами рода. Вот одна из таких надписей «Я в охране», расшифрованная Чудиновым. Значит, цивилизация на Таймыре существовала два потопа. Как я говорил на лекции год назад, в результате падения лунной факции, пояс сместился в центр Ядовитого океана примерно на 2000 километров. Раньше он находился примерно в середине Лунганца. Так что, два потопа Таймыр находился примерно на 2000 километров южнее. И там был прекрасный клим. И там существовала древняя русская цивилизация в Сибири. Великая Тарталья. Пожалуйста, следующий рисунок. Но, к сожалению, должен сказать, что снимки, которые расшифровывал Чудинов, были получены в начале 2000-х годов. В настоящее время эти космические снимки специально замазаны, заретушированы американцами. Специалисты НАСА прекрасно знают об этом и не хотят, чтобы эти снимки разглядывали в программе Google. Следующее. Вот снимок с сайта Международного клуба ученых. Предшественник храма в Гелиополисе, египетского храма. Обнаружен в Гитербореи. Как видите, высокие технологии практически такие, какие применялись при строительстве египетских пирамид. Удивительные находки были сделаны в последние годы и на Кузовских островах в Белом море. И вот тот же самый факт, если вы зайдете в программу Google, вы пытаетесь разглядеть эти объекты, ничего не получится. Все американцы специально затуманили. Пожалуйста, следующий снимок. Вот, оказывается, вблизи египетских пирамид, так же, как на плато Путорана, находятся геоглифы, то есть надписи, сложенные камнями. Чудинов расшифровал эти надписи в прошлом году. И вот, что получилось. Пирамида Хеопса – это храм Рода. Пирамида Хуфу – храм Мары, а пирамида Микерина – храм Яра. Вот эта надпись вблизи пирамиды Микерина. Здесь написано Яра Храм. Эта надпись до сих пор читается в программе Google. Американцы, по всей видимости, об этом пока не знают. Следующий снимок, пожалуйста. Вот первый фараон Египта Эхнатон. Все предыдущие фараоны на самом деле были царями. Как видите, это не человек, о чем я рассказывал в прошлой лекции. Это и есть так называемый бог Ануак, о которых пишет Ситчин. Но кроме Ануаков на Земле были и другие разумные существа. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот череп так называемого серого. Все вы прекрасно знаете, что уфологи давно изучают так называемых серых пришельцев, а также рептилоидов. Но, к сожалению, черепы таких существ находятся лишь в единичных экземплярах. И до сих пор не ясно, в подделке это или нет. Вот это факт, над которым надо задуматься. Пришельцы летают, а их остатков нет. Так же, как не существует остатков ящеров, о которых написано во всех без исключения сказках всех народов. Следующее. А вот изображений серых в Шумере, Древней Египте и других регионах Земли хоть отбавляй. Вот, пожалуйста, статуэтки из Шумера. Вот возникает вопрос. Пришельцы ли это вообще? Никаких остатков от них нет. А скульптур, рисунков и сведений о них хоть отбавляй. Французский ученый Жак Валер много лет анализировал эту ситуацию и пришел к выводу, что все современные описания НЛО, в контактах с пришельцами укладываются старые сведения. А именно так называемые серые и рептилоиды. Это ведь разновидность эльфов, которая известна человечеству с незапамятных пор. Эти существа могут материализоваться. При контакте с человеком они производят разнообразные опыты. Еще в Древней Египте описано, как они прокалывают людей иглами. Вступает с ними в половые связи. Пожалуйста, следующий рисунок. Вот это так называемый инкуб. Существо, которое вступает в половую связь с женщиной. Это демон. Существуют и демоны, которые называются суккубы, которые вступают в связь с мужчиной и откачивают у него сперму. Эти же существа занимаются выкачиванием крови у людей, похищением животных и вступают с животными также в половые связи. Все это известно с незапамятных времен. Так что абсолютно ничего нового в тех описаниях так называемых контактов, которые происходят в настоящее время, нет. По-научному эти существа называются инфернальными сущностями. Или сущностями, вышедшими из ада, буквально. К этим же сущностям относятся вампиры, разновидностей которых огромное количество. На Луси их называли нежити. Некоторые считают, что боги-аннуаки, те самые орионцы с вытянутыми черепами, являются разновидностью рептилоидов. По-видимому, такая точка зрения ошибочна. Это реальные существа, такие же, как человек. Это вовсе не инфернальные сущности. Боги-это почти люди, только большого роста и с другой формой череп. Но с ними случается то же самое, что и с людьми. По всей видимости, эти существа обладали незурядными экстрасенсорными возможностями, что связано с формой их черепа. И поэтому легко подпадали под влияние этих инфернальных сущностей. С одной стороны, сильная экстрасенсор, а с другой стороны, это их слабая сторона. Наибольшее распространение контакта с инфернальными сущностями получили финики примерно 2000 лет до новой эры. Существует множество описаний общения людей с так называемыми людьми-скорпионами, карликами-сорогами, а также с летающими тарелками. Из финики пришло нам большое количество амулетов, где изображены такие рисунки. После финикийцев в контакт с инфернальными сущностями стали входить евреи. Они восприняли от финикийцев путь до Молоха и Астарта. Первенцы, как вы знаете, уничтожались, а вот новые еврейские поколения зачинались у идолов Астарты. И процессы зачатия происходили с участием этих самых инфернальных сущностей. Поэтому если говорят, что у евреев есть какой-то особый ген, который превращает их в белоробоков, то это совершенно неверно. Евреи такие же люди, как финикийцы, но дело в том, что контакт с инфернальными сущностями приводит к изменению генетического аппарата. Но это изменение идет не на уровне генного кода, а на волновом уровне. Вот к такому же явлению относится эффект телегонии, который, изучая у нас, горяет. Наверное, прекрасно об этом занимается. Так что вот все эти контакты с инфернальными сущностями, которые происходят во время выполнения сатанинских ритуалов, передаются по наследству. Существующий проект глобализации, который мы сейчас наблюдаем, был не первым в истории человечества. Его начало, по-видимому, следует отнести ко времени проникновения Иосифа в Египет. Для вхождения власть он использовал известный всем аппарат еврейских жен или духовниц, что описано в Ибре. Этот же механизм использовался для вхождения во власть евреев при династиях царей Гексасов, славян, которые захватили Нижний Египт. При помощи того же самого механизма была захвачена власть в Персии, затем в Хазаре, изначально в государстве Ариев, затем на Уси, о чем я расскажу, ну и во многих странах Европы. Первым военным проектом глобализации была империя Александра Македонского. Александр Македонский, по всем описаниям, являлся продуктом вот такой инфернальной сущности. Его мать говорила, что длительное время у него существовала смесь со змеем. Вот той самой инфернальной сущности, которая вступает в половую связь с женщиной. Поэтому Александр Македонский считался сыном Бога, Бога-змея. Странник Александра Македонского финансировался еврейскими банкирами-корнами. И главное задание, которое они поставили Александру Македонским, поставить своих людей на египетский трон. Что и было сделано династии в Толемеев это представители тайного правительства евреев. Наибольшее количество случаев контактов с вертинальными сущностями наблюдается до Рождества Христова. наибольший разговор этого ханалии был бы ромена Калигула и Нерона. Некоторые считают, что эти сущности приходят из параллельного мира. Я не разделяю эту точку зрения. Параллельный мир это тот же самый мир, в котором мы с вами живем. Просто это существа, пришедшие из тонкого мира. А с тонким миром мы все с вами очень сильно связаны. Я вам приведу такой факт. Количество информации, которое требуется для построения организма млекопитающего, в том числе человека, превосходит информацию, которая хранится в генетическом коде, как минимум на 10 порядков. То есть между биологией и реальностью пропасть. Значит, человеческая жизнь неразрывно связана с тонким миром. И генетический код в лучшем случае лишь ключ для изъятия этой информации из окружающего пространства. Но ситуация контакта с инфернальными сущностями кардинальным образом меняется после пришествия Христа. Я вам сейчас приведу слова святого Антония, который повстречал такое существо карлика с рогами на козлиных ногах в пустыне. Но это не только его описание. Таких описаний огромное количество. И вот что ему сказал этот карлик. Я смертное существо, один из обитателей этой пустыни, которых заблудшие язычники в своем ослеплении боготворят и почитают под именем фавнов, сатиров и инкулов. Я послан под именем моего племени просить тебя вымолить для нас несчастных расположение вашего Господа Бога, который, как мы знаем, пришел в сей мир для спасения всех людей и голос его был услышан на всей земле. Значит, что-то кардинально изменилось после пришествия Христа на земле. Вот известный эзотерист Друнвала Мельхиседек называет это явление Матрицей Христа, которая захватила после пришествия Христа всю землю. В чем же состоит загадка Христа? Пожалуйста, следующий рисунок. В 90-е годы большой шум принесли исследования поменка Геносовского. Они доказывали, что воскресение Христа и его распятие происходили на проливе Босфор. На горе Глюша, что созвучно именем Иисус, а у локов она называет и теперь гора Бейкас. Вот это лист горы Бейкас на пролив Босфор. Это наивысшая точка Босфора. Церковные деятели и ученые обрушились на Фоменко Геносовского с резкой критикой. Эта критика действительно имела под собой основание, потому что христианство, как следовало из многих источников, существовало гораздо раньше. Но без ответа остаются некоторые вопросы, поднятые Фоменко. По Библии и по многим картинам и иконам и Ордан это очень широкая река. Кроме того, радиоуглеродный анализ показывает, что возраст площаницы не более тысячи лет. Некоторые говорят, что она подвергалась воздействию пожара, в ней ткань заменялась, но ткань прорывалась из разных участков и результат примерно один и тот же. Если объект имеет возраст порядка тысячи лет, то погрешность радиоуглеродного метода вряд ли превышает 30-40%. Он никак не может достичь 110-ти или 120-ти. Теперь рост Иисуса по площанице примерно 180 сантиметров, что не характерно для иудеев. На площанице изображен лик рода русского бога. На площанице множество записей русскими рунами. Другие загадки крестовые походы, почему они совершались якобы через тысячу лет после распятия. Темплиеры тоже вопрос, который не получают в истории ответа. Дело в том, что темплиеры выступали за возвращение трона царям мировингам. А мировинги были правителями, которых уничтожило тайное еврейское правительство во францком государстве. Значит, они были их врагами. А в настоящее время тамплиеры считаются проводниками политики правительства фарисеев. Другие загадки крестовые походы совершились через тысячу лет после распятия. Почему? Крещение Руси также через тысячелетие. Куда делись тысячи лет? Сейчас мы, к сожалению, даже не можем представить масштабы фарисификации истории, которые привели к таким парадоксам, как мы увидим эти фарисификации действительно чудовищно. Сейчас можно сказать, что на самом деле произошло переналожение двух событий истории. Первое событие это действие в Палестине пророка Ишуа или Ису. Сейчас появились масонские источники, которые позволяют говорить о том, кем был этот пророк. Он был сыном Цезаря и Клеопатры. Когда Цезаря убили, для его жизни возникла большая опасность, поскольку он был наследником римского трона. Поэтому Клеопатра снабедила экспедицию на корабле вместе с большим количеством слуг вывезла своего сына, которого звали Цезаря, в Индию. Потом он вернулся в Палестину и выступил с лозунгом «Я верну нашу власть в Римскую Иферию». Но сделаю это не военным путем, а религиозным. И вот та религия, которая была распространена в Риме и в Греции, благодаря прежде всего этому пророку Исе, или как его дальше прозвали Иисусом, эта религия была продолжением культа Осириса. В Греции этот культ получил название Дионисия. И вот вся история, которая идет из древнего Египта. Мать и сын Исида и Горб на Ближнем Востоке Семеравида и Томус, а в Риме и Греции ими стали Мария и Иисус. А преемственность Бога Отца такова. Осирис Митра Дионисия. Что касается русского государства, расшифровки надписей на древних камнях говорят о том, что город Царьград раньше назывался Цеяград. То есть это город Яр. Это был русский город. И он существовал гораздо раньше, чем появилось название Константинополь. Вот когда Аскольд завоевал царь Греоград, его правители отравили. Но дальше ему было введено противоядие с тем условием, что он пойдет распространять греческий культ Дионисия на Русь. Так называемое православие. На самом деле, видите, это не православие, это продолжение культа Осириса. Но в этом культе использовался крест простой католический крест. Но распятие с Христом тогда не существовало, а крест был повсеместным. И на Ближнем Востоке, и в Египте, и в Греции, и в Риме. Но эта операция не получилась. Игорь, Олег не допустили этого сын Олега Святослав разгромил хазатский Каганат. Но здесь работал институт еврейских жен или любовниц. К нему была проведена девушка с именем Малка еврейская, и от нее родился сын Владимир, будущий Владимир Ясно Солнышко. И вот Владимир стал проводить крещение Руси. Крещение вовсе не в веру Христа, а в греческую веру. в культ Дернисе. Там присутствовал крест. Вот вопрос возникает, что же все же это было за событие пришествия Христа? Кто это был такой? Пожалуйста, следующий рисунок. Левая картина это картина Рафаэля под названием Уход. Видите, человеческая память запечатлела то великое событие, которое изменило ход развития человечества. Вот что было на самом деле. Эта картина хранится в записниках. Папа Римский посчитал, что верхнюю часть этой картины нужно убрать. Итак, радиоварская картина Рафаэля «Преображение», которая всем известна, «Правый снимок». Эта история изложена в работах Светланы Дероган, можно найти в интернете. Появились эти работы недавно. Кто такой был Иисус? Вот открылись источники. По-видимому, они были предоставлены потомками царей мировинков, которые до сих пор еще во Франции живут. И по этим источникам так называемый Иисус – это русский волк Радонир. Пожалуйста, следующее рисунок. У Иисуса и Магдалина будут два ребенка. Святода и Радан. И вот на многих иконах и поводных в современной Европе таких изображений Магдалина с двумя детьми очень много. Более того, множество храмов в Европе было посвящено именно Магдалине, а не Иисусу. Вот эти источники говорят о том, что после распятия Христа рыцарь Тамплиера вывезли Марию Магдалину и двух детей в Испанию, где они жили и развивали учение, которое стало называться христианством. Вот христианские церкви строили рыцарь Тамплиера. То есть рыцарь Тамплиера современной и история оболгана. Хотя незамненно через два-три столетия в их среду попали еврейские поставщики банкиры и предприятие Тамплиеров действительно превратилось в предприятие финансовое. Но это уже другой вопрос. Следующий снимок. Вот теперь становится понятно, почему на Площанице изображен лик русского бога рода. Как происходило крещение Руси? Крещение в истинное правозвание вера в Христа производил Андрей Первозванный. А вот дальше Сергий Радонежский совершил невозможное. Он примирил три существовавшие в то время на Руси религии. Греческую религию культ делись русский медизм и христианство. В результате преобразования Сергия Радонежского Род стал Отцом Небесным. Сварог сын Рода, а Лада это Дева Мария. Но забвение истинного христианства произошло при семье Романовых, начиная с Никоновских реформ. Позже на Русь пришел Верхний Завет, который активно стал распространяться лишь только в XIX веке. Возникает вопрос, как попало истинное христианство на Запад. Императору Константину пришло знамение распятого на Христе Иисусом. После этого он решил обратить христианскую веру в свою империю. он захватывает царь Град. И христианство начинает распространяться на фоне культа Дионисия в Западной Европе. Но в результате Никейского собора два течения западная и восточная раскалывается. И постепенно христианство с некоторыми поправками возвращается к культу Дионисия. В случае сложный вопрос по происхождению Ислама. По всей видимости Ислам возник после христианства и издарианства. Об этом существует множество документов. Теперь несколько слов о тамплиерах. Как я уже сказал, тамплиеры согласно этим источникам перевезли Марию Магдалину и детей Иисуса и Магдалины в Испанию. Были у них потомки неизвестны. По всей видимости потомки Иисуса были уничтожены Инквизицией. И вот одна из целей Инквизиции состояла в уничтожении потомков Иисуса. Теперь о Скаллигере, который ввел новую хронологию. Понять цель Каллигера можно без его утверждения, что все языки в мире произошли от иврика. Поэтому он сознательно растянул древнюю историю примерно лет на триста-четыреста. То есть что произошло? время распятия Христа было перенесено вглубь истории примерно на полторы тысячи лет. И вот тысячи лет было растянуто примерно по полу руках тысячи. Поэтому если говорить о том, что мы потеряли три тысячи лет, по-видимому, это не так. То есть по данным Ньютона все египетские события к нам ближе находятся примерно на триста-четыреста лет. А вот тот результат с Христом, когда Радомир был заменен пророком Исой или Иисусом, вот здесь произошло смещение примерно лет на 800. Но этот вопрос еще нужно изучать. Следующее. В средние века общение с инфернальными сущностями приобрело огромные масштабы. Дело в том, что в Европу пришли каббалисты, была издана книга Зарак, с помощью керметистов было разработано обучение о дереве циферот, что продвинуло черную магию далеко вперед. Получил очень большое распространение вампиризм. Недавно вышла книга Олега Исхакова СМИ. То есть это никакие не фантазии больных людей. Это реальность. И вот такое же нашествие инфернальных сущностей пришло в средние века на Русь. Сейчас нам не понять чем занимался Иван Грозный. Но если почитать его переписку, то он видел, что на Русь надвигается жуткая сила. Сила из потустороннего мира. Вот эти самые инфернальные сущности. На Русь пришли каббалисты, а тогда они по всей видимости были гораздо более сильными, чем теперь. На Русь пришли жидовствующие. И вот Иван Грозный ощущал, что приходит конец света. И все, что он делал, надо было воспринимать именно с этой позиции. Вот когда мы смотрим кинофильм «Убыл Ваня Васильевича», и там Савелий Храморов кричит «Демона, демона!» он усмелился. Но это было на самом деле. И вот те силы, с которыми боролся Иван Грозный, его и уничтожили вместе со всей семьей. Демонология получает сильное развитие в Европе благодаря таким великим ученым, как Парацесс и Джон Ди. Центром изучения демонологии становится Англия. демонология Когда евреев выгнали из Испании, тайное правительство фарисеев переселяется в Голландию. И евреи захватывают трону не только в Голландии, но и в Дании. Дело в том, что Дания и Голландия были частично заселены потомками колена Даны. Вот отсюда идет название Дания. И вот тайное правительство фарисеев в Голландии ставит своего старника иллюминатора Уильяма Оранжикова на английский трон во время смуты. Так трон Израиля попадает в Лондон. Но теперь я расскажу о проекте, который в русской истории является совершенно запретным, но о нем нужно знать. Пожалуйста, следующий рисунок. Вот картины Петра I. Первая картина датирована 1797 годом, вторая 1801. на левой картине видна городавка под белым глазом. Этой городавки нет ни на всех последующих картинах Петра, ни на его посмертной маске. Петр I, когда убежал в свое путешествие в Голландию и Англию, был молодым человеком крепкого телосложения, широкоплечий, ростом выше среднего, но никак не длинный. Назад приезжает совсем другой человек ростом 2 метра 5 сантиметров с очень узкими плечами. На него врезает 44 размер. Представляете, человек 2 метра 5 сантиметров 44 размер. Естественно, что люди, которые увидели это чудище, Петра I в нем не признали. Под него свосстание стрельцов. Вместе с Петром I из двухлетней экспедиции возвращается лишь один человек Меншиков. Все остальные исчезли в поезд. После подавления восстания стрельцов Петр I физически уничтожает всю семью своего пришельника. То есть уже Петр I истребляет всю семью настоящего Петра I и упускает медаль, которая изображает Самсона на змея. А Самсон исходит из колена дама. А уже Петр I ввозит крепостной строй, которого на Руси не было. Были и крепостные, были пленные работники, которые отрабатывали большинства. По сути дела он порабощает Русь, осуществляет разгром самоуправления земств, громит духовенство, приближает православие к католичеству. Петр I привез на Русь водку, табак и гашиш. При нем на Руси распространилось масонство. Петр I кардинальным образом изменяет алфавит, практически уничтожает древнерусский алфавит. каридарь теперь отчитывается от Рождества Христова, на самом деле не Христа, а от событий, которые произошли гораздо раньше. Уничтожает летописи, слитки, карты. На Руси существовало множество карт, где были обозначены Московия, Московское царство, в котором правил уже Петр I и Великая Тарта, которая занимала огромную территорию. Царство Петра занимало лишь малую часть Восточной Европы. При Петре I распространяется по Руси гоносексуализм. Он заказывает немцам переписать историю. История России полностью переписывается. А количество народа, которое истребил Петр I не поддается подсчетам. Он уничтожил значительную часть населения Руси. И вот теперь надо сделать вывод о том, кем был так называемый уже Петр I. Конечно, вывод этот слушать не очень приятно, поскольку мы считаем этого человека основателем нашего города. Но об этом надо знать. Итак, Петр I, точнее, уже Петр I, это голландский масон-гомосексуалист. Насильник инфернальной сущности, настоящий зомби. Человек, одержимый весами, как это говорили на Луси, выходит из колена Данна, ставленник тайного правительства фарисеев Голландии. Наверняка так же, как у Ильи Варажеских, он был иллюминатом. Но, к счастью, он не оставил наследника. Поэтому кем иллюминатов в России не прижился. По своему роду деятельности Петр I был антисенитом. Но вот удивительно, на ключевые посты он расставлял евреев. Вот так иностранными делами ведал еврей Шафиров. В общем, деятельность уже Петра I была разрушительной для России. Но теперь несколько слов о созидательной деятельности уже Петра I. Да, надо сказать еще о том, куда делся настоящий Петр I. Об этом ходят легенды. Но существует сведение, согласно которым настоящему Петру I удалось с помощью шведского короля вымыться из плена, и он вместе со шведским королем организовал поход на Москве. Если это было действительно так, то болтавская битва имеет совершенно другой исторический смысл, это битва настоящего Петра I за свое возвращение на престол. Ну а теперь о Петербурге. Зачем Петр I создал Петербург на болоте? Тайна это открыл сравнительно недавно из масонских источников. Как я уже говорил, в результате воцарения Уильяма Аранжского в Англии трон Израиля попал в Лондон. Но Лондон был не самым лучшим для этого местом. Во-первых, в Англии было не так много евреев, а основная часть евреев находилась в Восточной Европе. То есть на территории сегодняшней Польши и России. Поэтому столицу надо было перевести в Восточную. Но самое главное не в этом иллюминаты являются масонами египетского ритуала. Вот именно из этих соображений было выбрано место Петербурга. Некоторые думают, что в то время в Петербурге было болото. Это не совсем правильно. Петербург был вовсе не гиблым местом. Здесь существовали песчаные кости, на которых было множество финских и русских поселений. Вы можете найти рисунки Пушкина и с удивлением обнаружить, что на Васильевском острове были песчаные кости 10-ти метровой высоты, на которых росли лековые сосны. Но все это было уничтожено. Песок засыпали болото. Так что на самом деле вырубив сосновые леса Петербург из довольно-таки приличного места превратился в болото, которое затем пришлось осушать с помощью канала. Но в то время не существовало точных карт. Вот по всей видимости после того, как голландские марифоны сопровождающие Петра правильно измерили долготу Петербурга, то оказалось, что место положения Александрии примерно соответствует Петербургу. и поэтому Петр Первый принял решение о перенесении своей резиденции в Петербург. А вот что было на месте Петербурга во времена Древней Руси. Ну, примерно две тысячи лет на нашу территорию пришли финно-уворские времена финно-карелы, эстонцы, мордва и так далее. Генетика этих людей та же самая русская, но с маленькой примесью монголоидной крови. Дело что то, о чем я говорил в Плату Путарана, вот там была цивилизация русских, которые имели монголоидные черты. То есть вот эта цивилизация, которая также исповедовала юридическую веру русов, постепенно продвигалась на запад. Здесь она смешивалась с русами и вот так постепенно возникли финно-угорские народы, включая венгров. А не век всего шесть тысяч лет. Вот примерно шесть тысяч лет на земле произошла какая-то непонятная катастрофа. Эрик фон Денихин говорит, что примерно в это время была язерная война между богами. Это привело к очень сильным землетрясениям по всей земле. В результате возник так называемый Дарденов потоп, когда воды Средиземного моря хлынули в черное, и уровень Черного моря, внутреннего моря, поднялся на 140 метров. Вот схожие события, но, конечно, в меньших масштабах происходили и здесь. В результате Ладожское озеро, которое было частью Финского залива, поднялось на несколько метров, было затоплено водой, и эта вода прорвала узкий перешейк между Ладожским озером и Финским заливом. Так образовалась Нева. Невер всего 6000 лет. И вот на том месте, где теперь собираются строить газоскреб, были обнаружены артефакты, говорящие о существовании цивилизации русов на территории Петербурга примерно 4-5 тысяч лет назад. То есть, разумеется, они здесь жили гораздо раньше и наугорских премьерах. Ну, а теперь несколько слов о том, что происходило дальше. В конце 18-го века власть над иллюминатами, тамплиерами и разумкрейцами переходит к семейству Ротшиков. Эта власть имеет, прежде всего, финансовый характер. Вот в это время начинается новый проект военной глобализации. Проект Наполеона. Года два назад, когда вскрывали череп Наполеона, у него обнаружили металлический, металлическую пластинку, которую стали называть микрочипом. Ну, некоторые могут над этим смеяться, но на самом деле надо учесть тот факт, что Наполеон был масоном, находился под полным влиянием иллюминатов. Занимался контактами с инфернальной сущностью, а так называемые пришельцы, как следует из наблюдений последних лет, очень часто вставляют контактерам всякие имплантанты. Так что ничего странного в том, что в мозгу у Наполеона был какой-то чип, нет. Такое же происходит в громадных масштабах в наше время. То есть Наполеон был зомби, но контроль над Наполеоном после 12-го года был потерян. Он стал самостоятельной личностью, не подчиняющейся тайному правительству иллюминатов. И потому был отравлен. Ну, то же самое случилось в свое время с Александром Македонским. Когда он направил свои силы на Роделон, где находилось тайное правительство в Евреях, он также был отравлен. Теперь, что происходило дальше? В 70-е годы 19-го века Высший масонский совет могла с черным папой масонства Альбертом Пайком разрабатывает программу трех мировых войн, которая осуществляется на наших глазах. На самом деле, в Лурианской Кабале было четыре войны. И вот то, что совершали на нашей земле Троцкий, Зиновлев, Разых и Ленин было осуществлением этого проекта. Все эти люди были помешаны на Кабале, в том числе и Ленин. Половина из так называемых наших революционеров была гомосексуалистами и входила в контакт с интернальными сущностями. То есть это были люди-зомби, одержимые бесами. Достоевский так и называл этих людей бесов. И вот те 40 миллионов погибших жителей России и Советского Союза, которые были уничтожены с 18 по 1936 год, это результат окрутизма, результат Кабалистики. И надо об этом помнить. Еще один пример сатанизма так называемое масонство Великого Братства, Великого Белого Братства во Франции. В начале 20 века к ним попадает так называемый камень Чингтамани, который якобы был раньше у Суламона, священный камень. И они с помощью этого камня хотят установить связь с Шамбалой, со страной, где, как считается, обитают эти инфернальные сущности в огромном количестве. Теперь это называют базой НЛО. Для этого они приглашают во Францию супругов Рерих, а дальше операция осуществляется в Ложейбнайбрид. Рерихи переправляются в США, где три года занимаются сатаминской оккультной магией. Дальше их Ложейбнайбрид под руководством Рузвельта посылает в экспедиции и они с помощью магии и камня Чингтамани пытаются установить связь с Шамбалой. Незадолго до смерти Держинского они приезжают в Москву и привозят туда так называемое послание Махатам. Послание Махатам поддерживается уничтожение Православной Церкви Большевика. В следующих экспедициях Рерих находящийся полностью в руках тайного мирового правительства пытается расколоть Советский Союз. создать Дневосточную Республику. Это не получается. Рерих является также автором эскиза Доллара США с пирамидой. Перед смертью был подарен орден, который говорит о принадлежности его к 33 степени масонства. Русская Православная Церковь подвергла Рерихов осуждению, предала анафигу. Во всей видимости вполне справедливо, что эти люди полностью находились под властью тайного мирового полиции. И об этом не стыдя списали. Следующий пример военной глобализации это Гитлер. Гитлер был таким же сатаминским пораженным инфернальным сущностям. Поклонялся Гитлеру Бахомету. И Гитлер организовал подобные экспедиции в Шамбалу. Там он искал поддержку для своей сатаминской силы. Но обнаружить летающие тарелки или виманы в этих экспедициях не удалось. Виманы были обнаружены при раскопках в Афганистане. И вот гитлеровский режим занимался летающими тарелками вовсе не на путь на основе. На строгой научной основе благодаря исследованиям гениального изобретателя Виктора Шаубергера, который след до Теслы построил высокоэффективные бестопливные генераторы энергии. Ну это отдельный вопрос. Теперь что происходило после Второй мировой войны? Очень много противоречивых сведений о Рокволовском инциденте, по так называемой комиссии Маджастик-12. Но тут надо принять во внимание, что все руководство НАСА уголовно является сатанистами. Это масоны высшего посвящения, другие туда не допускаются. Поэтому все сведения, которые говорят о контакте с рептилоидами или серыми, по всей видимости, это не что иное, как контакты с инферальными сущностями, от которых специалисты НАСА действительно получают какую-то информацию. теперь о феномене бурного развития в электронике и информационных технологиях в последние годы. Как вы знаете, даже в середине 60-х годов Советский Союз в этом вопросе шел наравне с Соединенными Штатами. Но дальше произошло что-то странное. Советский Союз стал гигантскими темпами отставать. Ну, некоторые объясняют это отставание тем, что сработала пятая колонна в Советском Союзе и через Министерство Академия Наук прошли распоряжение, согласно которым многие разработки информационных технологий в Советском Союзе были прикрыты и была дана команда следовать инструкциям американцев. Но это не объясняет тот ворный рывок, который совершили американцы в конце 60-х и 70-х годов. По всей видимости, часть информации была получена с помощью контакта с этими информальными сущностями. Ну, а теперь становится ясна цель такого конного развития информационных технологий. Цель поголовной чипизации оставшегося населения Земли. Много противоречивых сведений об экспедиции на Луну. То ли они были, то ли не было. Ну, мое мнение таково, что, по всей видимости, первые экспедиции были, а последующие были инсценированы. На этом были сэкономлены нас огромные деньги, которые пошли на секретный проект. Центром управления мира, вершиной пирамиды власти, как я уже говорил, является корпорация Корона в Лондоне во главе с Ротшидами. Ротшид является также верховным жрецом храма ОМОНа при Английской Королеве. Было множество сообщений, что в особняке Ротшида, где он проводит службу, присутствуют пришельцы, так называемые серые. Опять же, я не говорю, что это никакие не пришельцы, это инфернальные сущности, которые присутствуют в сатаминских ритуалах. Другой центр власти масонской, Соединенные Штаты, Там же в Нью-Йорке находится штаб-квартира подшественной организации иллюминатов оккультной секты Хаббат. Они считаются большими специалистами по Каббале и входят в консульдативный совет тайного мирового правительства. Представителем этой секты Хаббат является известный американский политик Альберт Горн. Но, как пишет знаменитый экономист Гиндон Ларуш, Горн на самом деле является марионеткой Лондона. При Горбачеве Хаббатники проникают в СССР и начинают руководить кадровой политикой. 26 апреля 1986 года совершается авария, а на самом деле диверсия на Чернобыльской АЭС. Об этом я рассказывал в прошлом докладе. Вот еще два аргумента в пользу того, что это была диверсия. 26 апреля День Сатаны, в то время совпавший случайным образом с еврейской Пасхой. Кроме того, во время перестройки в печати были сообщения, что согласно нашей разведке американские спутники были за несколько дней до аварии нацелены на район Чернобыль. То есть наблюдение началось задолго до аварии. То есть к этому причастны и ЦРУ и Хаббата. Ну, на сайте Равина Ходеса вы можете почитать, что сейчас опубликованы статьи украинских физиков, которые говорят о механизме диверсии. Было изготовлено несколько твэлов, тепловыделяющих стержней, в которых вместо обычного урана был заправлен оружейный уран. Это привело к взрыву в Реастере. Ну, а руководство всей этой операции, естественно, не могло происходить без Москвы, без Института Акономерства. Вот, авария на Чернобыльской АЭС сопровождалась появлением НЛО как до аварии, так и после. Таких НЛО наблюдалось несколько и более длительное наблюдение. Ведь существует даже фотография, которые частично засвечены, потому что были большие дозы радиоакции, воздействующие на фотокленку. А электронной фотографии тогда еще не было. вскоре вскоре после Чернобыля Советский Союз не выдерживает экономического удара в 200 миллиардов долларов, который по нему был нанесен в результате этой аварии и разваливается. И вот главный человек Хабата в США, главный политик Джо Лидерман в разговоре с Ходосом в октябре 1991 года говорит следующие слова. Советскому Союзу осталось жить ровно два месяца, а Соединенным Штатам ровно 10 лет. Это нам придется наблюдать через год. Недавно Сбивлив в Жизинске заявил, что развал России произойдет в 12-м году. Развалится он по 7-ми регионам, которые были созданы. Пожалуйста, следующий рисунок. Вот всем известные люди Борис Абрамович, Роман Аркадьевич празднуют победу Мерцена избранного на второй срок. Это время называется временем семи банкирщины, когда власть в России перешла к лекарствам, а на самом деле к движению Хаббат. Пожалуйста, следующий рисунок. Вот фото Ельцина. Левое верхнее фото до его операции. Правое верхнее после операции. Рост Ельцина до операции 1,95 м. Рост Клинтона 1,92 м. Официальный рост Ельцина после операции 1,88 м. Но кроме того, у него еще кардинальным образом изменилась форма ушей. Больше настоящий Ельцина ростом 1,95 м не появлялся. Появлялись его двойники. При этом один из двойников показывал фокусы, которые и не снили самому пьяному Ельцину, что видно на правом нижнем фото. Таким образом, власть в России, верховная власть в России, в результате этих выборов была полностью захвачена хабарниками. Но этого человека, который встречался с Клинтоном и другими деятелями, говорили, что он находится под действием психофропных аппаратов и является зомби. Пожалуйста, следующий слайд. Аналогичная история произошла с Ющенко. Но здесь произошло все наоборот. Ющенко прибавил в росте пять сантиметров, расширился в плечах и гардинальным образом изменил форму ушмыратора. Что видно в рисунке? Пожалуйста, следующий рисунок. И вот тот человек, который на правом верхнем снимке показывает козу в знак сатаны, на самом деле есть не Ющенко, а его двоих, зомби. Юрий Лонга, который занимался этим вопросом, говорит, что ЦРУ организовала в Польше специальную команду по производству таких войнеков, где они готовятся. ментинами руководят зомби. Следующее. Совершается арест Ходорковского и изгнание Гусинского. С чем это связано? Дело в том, что Березовский в это время привозит в Москву Берлазара. И Берлазар захватывает власть у бывшего главного раввина России Шаевича. Но Ходорковский и Гусинский были друзьями Шаевича и помогали ему финансово. Их необходимо было устроить. что и было сделано. А некоторые наивные люди думают, что Путин в то время наводил порядок. На самом деле это внутри разборки внутри олигарха. А что же произошло со самим Березовским? А с Борисом Абрамовичем произошел весьма странный казус. Сам он привез сюда Берлазара и сам же Берлазар его отсюда выкинул. Дело в том, что Березовский вместо того, чтобы вступить в Хаббат, как это сделал Абрамович, крестился и стал православным. Хаббат этого не прощает. Березовский был выкинут в Лондоне. Пожалуйста, следующий слайд. В конце 90-х годов происходит форсирование программы построения нового мирового порядка. Ставка делается на терроризм. Весь терроризм по всему свету организуется в основном тремя организациями ЦРУ, Мишес, и Масаду. 9 сентября 2001 года происходит атака на Всемирный торговый центр. Покажите, пожалуйста, ролик, который заснял до нескольких часов до этой атаки. Такие вещи наблюдались как до атаки, так и после нее. В пожаре неоднократно фотографировался облик дьявола. Думаю, такие фотографии можете найти в интернете множество. О чем это говорит? Это вовсе никакие не пришельцы. Это те самые инфернальные сущности, которые выходят и контактируют сатанисты. Дело в том, что об этой атаке знало огромное количество людей. Все высшее масонство. И люди приготовили свои фото и видеокамеры, чтобы фотографировать и снимать это с противоположного Америка Гултку зона. Вы представляете, как наэлектризована была атмосфера. Мне удивительно, что эти инфернальные сущности выходили. Это никакие не пришельцы. Итак, магическое число шеи 11 в Кавале. Всем известен инцидент в Швейцарии, когда на высоте 10 км величайшие случаи столкнулись два самолета. Ту-154 более 757. Из этого можно видеть, что это теракт, под которыми победили специалисты МИ-6. 10 км. Следующее. Захват школы в Беслане. То же самое, 9-11. 9 сентября школа номер 1. Видите, все то же самое, 9-11. О чем это говорит? Что этот теракт готовили вовсе не исламисты, а сатанисты. Дело в том, что Дудаев, Масхадов, Барсаев и другие так называемые боевики являются младотурками, масонами. Штаб их находится в Лондоне до сих пор. Это масоны-сатанисты, никакие не исламисты. В Кабале большое значение играет сумма цифр. Вот, пожалуйста, 9-11. 2004 года. Сумма составляет 23. Также логическая числовка Баре. Вот, пожалуйста, захват заложников на мост 23-го октября. Значит, где на левец? Пожалуйста, захват заложников. О чем это говорит? Что корни этого теракта исходят безглобно. Поизвестно стоит в ней шесть. Следующее. Предотвращенный заложник полгопонки. Так же самое. 23 сентября. Последнее. Начало массовой вакцинации. 9-11. Как я вам говорил на прошлой лекции, назначение этой даты 9-11 свидетельствует о том, что вакцинация является капиталистическим жертвоприношением. Так вот случайного совпадения быть не может. А что делает наше правительство? Медведев распоряжается закупить 40 миллионов доз вакцины за рубежом и проводится распоряжение по быстрой почти поголовной вакцинации. Но ее не удалось осуществить в полном объеме. Дело в том, что принципиальную позицию занял врач Олеченко и началась обычная эпидемия гриппа, когда вакцинацию проводить нельзя. Кроме того, очень резко выступил против вакцинации президента Лукашенко. Единственная политика Европы, которая позволила себе это сделать. Так вот, почему вакцинация заглохла не только в России, но и во всем мире? Дело в том, что где-то в ноябре европейские врачи предали огласки следующих фактов. Существует два типа вакцин. Один тип вакцин для Олеченко это пустышка, а другой тип вакцины для обычного населения соотношение количества выпущенных вакцин один в десяти. То есть вакцинация предусматривает в ближайшие годы уничтожение примерно 90% населения. Ну, каждого десятого. Каждый десятый остается уже. После оглашения этого факта мировое правительство принимает единственное верное решение разговоры о вакцинации в прессе вообще прекратить. Что не было сделано. А вся пресса, как вы знаете, находится под контролем иллюминатов. Более того, не под контролем. Все основные информационные объекты в Европе принадлежат семейству Рокфейлева. Недавно случились теракты в московском метро. Вот о том, что делает теракт в метро вы можете посчитать и как делать в протоколах сионских мудрецов. Которые впервые в современном виде появились в 1891 году в документах французских масонских лож. Откуда идут корни. Ну а время осуществления этого теракта впадает с еврейской пасхой. Ну наверняка в данном теракте также стоит руководом. Так вот, что преследуют эти теракты? Ну, глобально это ясный переход к новому мировому порядку, а в России это нагнетание страха и столкновение православия и ислама. Так вот, к сожалению, нагнетанием страхов занимаются не только спецслужбы, а занимаются деятели искусства. Каждый последний год во все возрастающем количестве выходят фильмы, один страшнее другого, и сценарии ближайших событий все мрачнее и мрачнее. Этим же занимаются различные эзотерические сетки. Публикуются призывом махатам, слушаться команд мирового правительства и приготовиться к худшим событиям. Этим же занимается движение New Age, которое говорит о квантовом скачке и переходе к шестой расти. Примерно этим занимается автор откровений люди нового века, некий академик Маслов. Все это масонские программы. Теперь, что касается календаря Майя, он не такой точный, как кажется, и вероятность того, что по этому календарю будет что-либо 21 декабря 2012 года практически нулевая. Что касается процессии Земли и прохода Солнечной системы через плоскость галактики. Вот удивительный факт, период процессии примерно 26 тысяч лет и примерно такой же период колебаний Солнечной системы вблизи плоскости галактики. Но на самом деле в декабре 2012 года Солнечная система не будет в центре плоскости галактики. Она будет на краю галактической плоскости. Так что все люди, которые говорят о каких-то страшных событиях, по всей видимости заблуждаются. В ноябре прошлого года был парад планет, весьма похожий на тот, что будет в декабре 2012 года. Ничего страшного не случилось. Разумеется, из центра галактики исходит мощнейшее излучение, которое исследовали у нас мишины и шпитальные. Но говорить о том, что это приведет к какой-либо катастрофе на земле, совершенно необоснованно. Настоящая опасность, разумеется, идет от все разворачивающегося мирового экономического кризиса. И многие ведущие экономисты говорят, что выход из этого кризиса будет через глобальную войну. Так вот, нагнетанием страхов занимается Американская Академия Наук. Веченые Академия Наук недавно заявили, что в 2012 году будут такие солнечные вспышки, которые уничтожат всю жизнь на планете Земля. Это утверждает Американская Академия Наук. Недавно было опубликовано письмо, открытое письмо Федерации Американских ученых, подписанной 69-ю Нобелевскими лауреатами. О чем это письмо? О ядерной стратегии Америки. В ней говорится о том, что не имеет смысла подвергать Россию тотальной термоядерной бандюшке. Надо сосредоточить усилия Америки на поражении ключевых объектов энергетики и транспорта. И тогда Россия будет покорена. Ну вот Федерация Американских ученых называет эти объекты, которые надо поразить трочечными ядерными вайами. Вблизи Петербурга это Кирижская нефтеперерабатывающая предприятияция. Если мы поразим транспортные магистрали, нефтепроводы и линии электропередач, то Россия будет полностью подчинена нам. Вот что говорят американские ученые. Кстати, среди лауреатов Нобелевской премии практически отсутствует не масон. Без масонства Нобелевские премии не даются. Вот проверку такой стратегии вы уже видели. Это диверсия Носаяно-Шушенской ГЭС. В 90-е годы прошлого века был обнаружен эффект распространения лазерного излучения в атмосфере практически без расходимости и без потерь. Лазерное излучение идет в атмосфере на 40-х километров даже через уголок и без потерь. С чем это связано? Образуется вихревое кольцо в эфире, в которое запирается излучение лазера. То есть образуется аналог свернутого в кольцо степла в лакуна. И это излучение в виде кольца распространяется практически со скоростью света. Поскольку скорость распространения этого кольца практически световая, то действуют ретивистские эффекты. То есть все объединенные процессы при взаимодействии кольца с молекулами воздуха затягиваются по времени. И ионизация атомов и возбуждение молекул произойти не успевает. И поэтому такое излучение распространяется без потерь. И теперь можно поражать энергетические объекты этими солитонными лазерными импульсами из космоса. Если поток таких солитонов придет на электрическую подстанцию, то возникнут замыкания в гирляндах изоляторах и электростанция будет вырублена или как было на Братской ГЭС возник пожар на подстанции. И Братская ГЭС и Краснояшка стали неуправляемыми. Вот видите, что готовят для нас американцы. Они сообщили о том, что Батарь разрушили сами американцы. Теперь о том, что мы могли бы сделать, чтобы предотвратить такую ситуацию. Ясно, что нас может спасти, и если будет применено такое точное воздействие на нашу страну, без топливной энергетики и технологии холодного синтеза. Без них наша цивилизация просто погибнет. То есть здесь речь уже не о развитии нашей промышленности, а о выживании. На самом деле развитие таких технологий совершенно необходимы условия для выживания России. Если мы не будем вызывать такие технологии в самое ближайшее время, Россия будет расчленена по планам Америки на 5, 6 или 7 частей с марионетчными правительствами управляемыми сападами. Экономика нашей страны находится в катастрофическом состоянии. Ставка по поиквитинам превышает 20%. В таких условиях развитие экономики невозможно. Поэтому единственным условием необходимым, но недостаточным для развития нашей страны является внедрение бестопольных технологий и технологий холодного ядерного сентябра. Но это, к сожалению, не дает сделать наша Академия наук и комиссия по лженому руку. О тех людях, которые борются с такими технологиями, можно говорить отдельно. Дело в том, что они неоднократно оскорбляли международный клуб ученых передачу осознания знания и лично Анатолию Павловичу. Но нам незачем отвечать на их оскорбление. Их истинное лицо раскроют они сами. Пожалуйста, рисунок 18. Вот это организатор комиссии по борьбе с лженаукой. Еще до войны он шельмовал выдающихся русских ученых Костерина, Миткевича, предводителя Власова, Семерязина и других. А в последние годы он уничтожил огромное множество важнейших направлений исследований. Слова Гинбурга о преподавании религии в школе. А вот внизу его слова о Годже. Пожалуйста, следующее фото. А вот это есть Гинбург вместе с хаббатником Эрлазаром зажигает санукальную свечку. Последние годы своей жизни он стал большим другом и единомышленником движения хаббат. А вот теперь посмотрим программу движения хаббат, сформулированную Рэгэш-Лерсоном Мэшахом в 1990 году. Вот фрагмент. Пожалуйста, следующий слайд. Это относительно развития науки в России. Мы не допустим никаких высоких технологий. Вот что там говорится. Пожалуйста, следующий рисунок. А вот второй член комиссии. Там же ловят Нобелевской премии. Он являлся главным лоббистом в Думе программы приемом радиоактивных отходов. Если бы не он, программа вряд ли была бы принята, потому что он выступал там несколько раз, и эта программа была принята с перевесом в два или три голоса. В 2000 году он видел бестопливные генераторы, в том числе видел работу установки Ваэриана Соболева, который является конструктором ракет СС-20. После того, как он все это видел, он сказал, что мы немедленно сделаем такие установки в истеке и будем их производить. А вот что теперь говорит этот лауреак с Макариской премии в настоящее время. Пожалуйста, следующий слайд. Однако, по большому счету, нет будущего ни у атомной, ни у газовой, ни у нефтяной, ни у генной энергетики. Будущее вообще, с точки зрения способа производства электроэнергии есть только в одной области. Это преобразование солнечной энергии. Так вот, солнечная энергетика является самой экологически грязной и самой дорогой. Дело в том, чтобы произвести киловатт-час с помощью солнечной энергетики, требуется произвести такое количество фотоэлементов, что загрязнение окружающей среды будет гораздо больше, чем в газовой или даже мазутной энергетике. Можно покрыть этой площадью пополамя площади земного шара. Вот третий представитель, на этом мы остановимся, третий представитель комиссии, тоже всем известная личность, также занимается шельмованием так называемых уже ученых. а вот пожалуйста его слова. Я совсем не исключаю, что рядом будут стоять десять томов теоретической физики вандалов и двадцать шесть томов классической кабалы. Значит этот человек занимается пропагандой кабалы. Значит в чем дело, почему атеист занимается пропагандой кабалы? Все объясняется очень просто. Дело в том, что его отец много лет сотрудничал с НИ-6, находясь в Лондоне и дружил с человеком, который от лица иллюминатов курировал эту масонскую организацию. Он дружил с Виктором Ротшильдом. Благодаря этому он очень сильно подвинулся по масонской линии, а его сын по наследству стал также масоном большого посвящения и вошел в римский клуб прогностическое объединение верхушки масонства, которое еще в 90-е годы планировало сократить население России до 50 миллионов. В ноябре мы все были свидетелями организованной кампании Фозерпо Академии Крайен Петрика. Это в первый раз выходила такая кампания, когда трекса в разных районах страны начала шлимовать одного человека. Значит, кому помешал Петрика? Разумеется, никому не помешали его нанофильтры. Дело в том, что он помешал гораздо более влиятельным людям. Его метод пластической обработки алмазов помешал мировой алмазной мафии. И заказ на Петрика, естественно, пошел с запада. Следующее. Вот из этих примеров вы видите, что в нашей стране в настоящее время гораздо больше грозит не запад, а наша собственная пятая колония. Следующий слайд. Вот наш мэр Москвы, так же, как зомби Ющенко показывает козу. Задумайтесь над цифрой русских. И поймете, почему ни один мэр не работает сколько времени, сколько работает этот человек. В 89-м году в Москве было 81% русских. В 2007-м 31%. Сейчас я видел уже меньше 30-ти. в начальной школе в Москве русских уже примерно 20%. Так что на самом деле то, что писалось в планах Баллиса, уже приведено в жизнь. Мы являемся свидетелями на уровне Москвы гибели самого непокорного в мире народа. Следующий слайд. А теперь программа движения Хаббат. Слова Рэддит относительно русских и славян. Это семя продлежит ликвидации, а на первый парад редкому сокращению своей численности. Практически это официальная программа движения Хаббат, потому что это слова его лидера мышаха. Вот как происходит борьба с тем явлением уничтожения русских и других коренных жителей России. Ну как осуществляет эту борьбу мэр Москвы мы видели. Каким образом он добился таких выдающихся результатов? Болучи жилищной политики. коренные жители Москвы постепенно из центра, из хрущевов и в сталинских домах выселяются за пределы Москвы в московскую область. Вот очень простой механизм. подробности двоце и в институте и в конец перезвания в отношении дозвища на надежды. Следующий слайд. И как вы это недавно читали, был предложен законопроект о сокращении часов изучения русского языка и математики в школе. Максимум теперь предлагается 2 часа русского языка и 2 часа математики в неделю. А страну без ласкин. И это четко предваряется в жизни. Год назад была опубликована скандальная статья Гавриила Попова, президента Международного Союза экономистов, бывшего предшественника Лужкова, под названием «Кризис и глобальные проблемы». Цинизм этот статьи превосходит цинизм протоколов сионских мудрецов. Попов пишет о передаче в недор космической техники, ядерных предприятий, армии в руки мирового правительства. Он ставит задачу ограничения рождаемости с помощью спирилизации. Теперь несколько слов о другом айтиозном деятеле, о Чубасе. Он поставлен на самый ответственный пост нанотехнологии. Нанотехнологии – это, прежде всего, будущая чипизация населения. Атомные отрасли в России командует сатанист-санитолог Кириенко. Вы представляете, атомные отрасли у нас командует сатанист. Ясно, что с такими людьми бесполезно говорить. И бесполезно их к чему-либо взывать. Эти люди не обменяемы. Но у нас, слава Богу, есть очень много обменяемых людей. В том числе огромное количество таких людей, среди евреев, и к ним нужно обращаться. Обращаться жестко и требовательно. Следующий рисунок. Что касается пельминатов, то они совершенно не обменяемы. Они являются симбиозами человека с инфернальными сущностями. Вот это рисунок из книги Дэвида Айта. В этих людей вселились бесы, которых называют рептилогием. И действительно, в сатанистских ритуалах неоднократно наблюдалось, что они из них выходят. То есть это не люди. Это симбиоз человека с таким инфернальным существом. Это полные зомби. Большинство этих людей является педофилами. Об этом можно прочитать. В книге Дэвида Айта в том числе педофилами являются Буши и нынешний правитель Великобритании Гордон Браун. Опять-таки, ящерицы – это не миф. Это реальность. Хотя многие над этим смеются. Такая же инфернальная сущность показана в знаменитом кинофильме Баланского «Ребенок Роза Мари», который является классикой кинематографии. Следующий рисунок. Вот что происходит в настоящее время. На самом деле идет зачистка земли для передачи власти другой цивилизации. Какова вероятность Третьей мировой войны? Знаменитый экономист Линдон Ларуш говорит, что она очень велика. Но вы не думайте, что произойдет мгновенное ядерное поражение региона с большим количеством людей. Ничего подобного не будет. Потому что план мгновенного уничтожения человечества перед иллюминаторами не ставится. Задача этих инферна-сущностей, связанных с иллюминаторами, довести людей до скотского состояния. Бухонеполизма. И произвести массовую операцию по городству душ. Потому что эти инфернальные сущности являются паразитическими. Они питаются как плотью, так и душами людей. Ну и в заключении я скажу следующее. Проблема сохранения современной цивилизации не в МЛО, не в так называемых пришельцах, инфернальных сущностях, а в самом человеке. Захотят люди жить по божеским законам. И цивилизация будет существовать и успешно развиваться. Не захотят. Будет порабущена и затем уничтожена. И русскому богоносному народу, включая, конечно, украинские и белорусские народы, в борьбе до сохранения человеческой цивилизации отведена главная роль. Но чтобы победить, необходимо иметь представление о дьявольской природе зла и о божественной космической природе самого человека. Спасибо за внимание. Я хочу обратить ваше внимание. Господа, я хочу обратить ваше внимание. Я и ее фильмы, и по Чарнобылю, я понял, что там происходило не то абсолютно, что писали. Потому что были фотографии немцев, которые фотографировались сразу, буквально в следующие дни. И там никаких не было ожогов и так далее. В США это было бы средь какого-то другого типа. Это первое. Второе. Когда недавно мне полегнострировали фильм человека, который проверял себя на душевскую бесс, меня поразила система изготовления генераторов и всего прочего. Первое, что касается, когда человек в маломарской школе кончил, и на второй диагнозе там 34 метра шпильки не были законтрогайны. То есть я не понимаю уровень инженеров, которые руководил Чеборосовское время. Первое. Второе. Также в тот день, когда вышли строители Санкт-Петербург, было сообщено американцам, что они исключали многое опазано оружие, для того, чтобы отжечь предметы на земле. И в первую очередь вышел в эту станцию, которую управляли координацией Сайно-Шушевской, Братской и Санкт-Петербург. Она находилась в 150 километрах от Сайно-Шушевской. Почему система управления стоит на 150 километрах вот вообще счет цивилизации? И она в первую очередь, я выяснил точно, он сказал, да, в первую очередь вышла именно та станция, которая управляла координацией вот работы связи с Курской, с Курской и Санкт-Петербург. То есть я понимаю, что здесь так же, как и дело с Курском, который был тоже, инцидент сделан американцами в Санкт-Петербургском месте. То есть все овалии большого масштаба мы теперь понимаем, были связаны со специальными подготовками с Окресеством. Но меня поражает устойчивость России. Сколько столетий я думаю, что это тратится на пищиках на зубы. И если он есть, то он должен совершить должное.